МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Под руководством Светланы Каменской. К весеннему звонкоголосью присоединяется ансамбль преподавателей за инструментами педагоги, который выступает на сцене наравне с учениками. Такой вот сюрприз. С ансамблем и хором солирует выпускница школы Оксана Андреева. Сегодня наш творческий отчет. И действительно, как вы правильно заметили, это не простая дата, это дата юбилея. Сегодня мы подготовили для слушателей большую праздничную программу, в которой мы постарались представить все наши направления, все наши инновации, которые у нас есть, все наши творческие коллективы. Творческий отчет – это встреча друзей. За 50 лет с момента открытия Одинцовская детская музыкальная школа прошла интересный путь. Все начиналось с небольшого помещения на первом этаже пятиэтажки, расположенной на Можайском шоссе. В 90-е годы музыкальная школа переехала в одно из красивейших и исторически значимых строений – заезжий дом купца Сорокаумова, где по сей день звучит музыка и детские голоса. Одинцовская детская музыкальная школа в период своего становления претерпела много-много разных перипетий, когда они начинали в разных зданиях. Были какие-то комнаты, были какие-то подъезды. Вот она была рассредоточена. И вот в начале 90-х годов все-таки мы обрели вот это здание. Нам оно очень нравится, мы удорожим одной из самых старинных Одинцова. Школа сильна своими педагогами, многие из которых не один десяток лет слушат музыки. Галина Столбова – преподаватель теоретических основ. За долгие годы работы вырастило не одно поколение Одинцовских музыкантов. Галина Ивановна работала с первым директором школы Тамарой Дранишниковой, затем с Олегом Надеждиным, позже с Галиной Федоровской, а теперь с Сергеем Шаповаловым. В начале мы все находились на территории Красного уголка, как она называлась, в доме напротив, вот на отрыве, в жилом доме. И у нас там было совсем мало классов. Но первые 10 преподавателей – это был вот самый такой крепкий, хороший коллектив людей. К сожалению, многие из них ушли, некоторые еще продолжают всю работу. Ежегодно воспитанники музыкальной школы становятся лауреатами конкурса «Одаренные дети Подмосковья». Выезжают на всероссийские мероприятия и с невероятной легкостью, пронзительной чистотой исполнения, радуют педагогов на отчетных концертах. По-особенному нежно звучит флейта в руках Марии Акимовой, радует слушателей ансамбль мальчиков под руководством Светланы Виноградовой. Кстати, первый мальчишеский хор в районе появился именно здесь, в Одинцовской детской музыкальной школе. В юбилей принято принимать поздравления, но у руководства немало планов. В этом году открылось отделение ударных инструментов. Что будет дальше? Конечно, музыка и успехи на самой высокой ноте. Мария Подъепольская, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.